Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Экклезиаст» первая глава. Мы будем читать перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Что это за книга? Вот, пожалуй, в двух словах и не скажешь, потому что сразу возникает вопрос, кто ее написал, когда. Ну, читаем первый стих, речи проповедника Давидова сына Иерусалимского царя. Вроде все понятно. Давидов сын – это Соломон, только он царствовал и сыновей Давида, царь в Иерусалиме. А с другой стороны, Давидов сын, ведь это может быть и любой царь Израиля, потому что он потомок царя Давида, не так ли? И тогда получается, что это не обязательно Соломон. Кто такой проповедник? Вот это слово по-гречески звучит как «экклезиаст», отсюда название книги во многих языках, включая русский. На древнееврейском, на котором эта книга была написана, слово звучит как «когайлот». И оно слово «кагаль», «кагаль» – это собрание, да, то есть его иногда перевозят как «проповедующий в собрании». Вот здесь проповедник в переводе РБО. Почему так? Ну, потому что вот собрались все собрания Израиля, вот аналог того, что мы сегодня называем словом «церковь», по-гречески «экклези», откуда «экклезиаст». И он проповедует, он говорит им нечто важное и нужное. Хм, что-то не похоже. Во-первых, абсолютно не похоже, что это проповедь к израильскому собранию. Вот что может говорить сын Давида израильтянам, которые собрались к нему? Верьте в Бога, не отступайте от его заповедей, исполняйте его закон. Здесь почти ни слова об этом. Сам в конце, как бы «ах, да, чуть не забыл», но точно не в первой главе. Вот это не та проповедь, которую надо произносить в собрании. Во-вторых, а есть ли в этой книге Соломон? Да нет его нигде. Нет, конечно, в этой книге, в принципе, царь, знатный, богатый, могущественный человек изображен. Да, вот автор ее таков, ее лирический герой, лучше сказать, таков, человек, от имени которого ведется повествование. Но мы не видим ни одной детали из жизни лично Соломона. Может быть, тогда Соломон литературный образ? Может быть, «экклезиаст», потому так и называется книга, но чего проще назвать? Вот у нас есть книга «Притчи Соломоновых», да, и там явно отсылка к царю Соломону. А здесь нету отсылка к Соломону, только такая вот загадка, которую очень легко отгадать, но не напрямую. Может быть, Соломон лишь один из возможных каких-то людей, которые могли бы это сказать. И просто царь, богатый, славный, известный человек, который всего добился. Ну, как мы в жизни обычно хотим. Чтобы у нас все было хорошо. Вот человеку, у которого в жизни, ну, прям все лучше некуда, да. Безусловно, в библейской истории это Соломон. И вот что он может сказать к концу своей жизни. Есть красивое предание, что в юности Соломон написал «Песнь песней», пламенную книгу о любви к девушке. Зрелость и книгу притчи, такие размышления. И к старости экклезиаст, итог жизни усталого, отчасти разочарованного человека, который говорит, что да, все ерунда, ничего под солнцем незначимо. Есть и другая тройка, и она тоже очень хорошо работает. Вот есть книга притчи, приписанная тому же самому Соломону, хотя там есть притчи явно не Соломонова. И она говорит, с хорошим человеком все хорошо. Есть книга Иова, которую непонятно кто написал. И она говорит, да, вообще-то с хорошим человеком может быть все очень плохо. И, наконец, книга экклезиаста, которая говорит, да, что с хорошим, что с плохим. Все одно и то же. Какая разница? Какая книга права? Вы знаете, все три. Какая книга истинна? Только совокупность из этих трех книг и еще многих других книг, которые входят в Священное Писание. То есть есть частная правота. Есть частная правота пылковой юноши или такого морализатора, который читает наставления юношам как раз пылким. Есть правота утомленного жизнью старика, которому это все уже неинтересно. Это все частная правота. И не случайно Библия, Священное Писание не дает нам, вот знаете, как катехизис по порядку. Первое, второе, третье, и все изложено так очень четко. Никаких двусмысленностей одно за другое цепляется. Ничего даже подобного в Библии нет. А есть много разных голосов. Потому что, мне кажется, Библия очень удобно определить как книгу людей, ищущих Бога. А люди разные, поиски их разные. У них разный жизненный опыт, разные характеры, разные взгляды. Вот мы здесь видим утомленного жизнью старика. Есть такие люди? Есть. Я надеюсь тоже таким стать. И надеюсь в старости встретить ее как-то вот конец своей жизни с мудростью и, может быть, усталостью, но одновременно и с благодарностью Богу и с радостью о том, что в моей жизни было много хорошего. Вот книга Экклезиаста для такого конца, для такого финала. Речь проповедника Давидова сына Иерусалимского царя. Пустая от щита, сказал проповедник. Пустая от щита, все пустое. Очень трудно перевести эти слова. Хевл Хевалим там буквально сказано. То есть, вообще-то это слово Хевл это звукоподражание такое, выдыхание. По-русски обычно переводят суета-сует, но особенно после книги Стругацких, понедельник начинается в субботу, суета-сует понимается как бешеная, но малорезультативная активность. Когда все кругом бегают, суетятся, кричат, вопят, что-то делают, но ничего не получается. А Хевл это скорее выдох, он улетел и больше ничего нет. И это что-то пустое, это слово иногда обозначает языческих богов. То есть, в отличие от бога живого, настоящего, они пустота. Вот здесь перевели пустая от щита, мне кажется, довольно точно. Какая польза человеку от всех его трудов, сколько не трудись он под солнцем? Род уходит, и род приходит, а земля остается навек. Солнце восходит, солнце заходит и спешит к месту восхода. Летит ветер к югу, поворачивает к северу, кружится, кружится ветер и возвращается на круги свои. Все потоки бегут к морю, но море не переполняется. И где бежали потоки, там побегут они вновь. Вот круговорот воды в природе здесь объяснен. Единственное, что нас немножко удивляет, почему потоки побегут вновь. Река же течет и течет и течет. Мы просто в климате другом живем. Но на Ближнем Востоке там нет дождей летом, поэтому летом пересыхают эти самые русла в Азии. И когда начинаются дожди зимой, то они наполняются водой, они возвращаются. Все дела утомляют, не перескажешь всего, не насытится глаз глядя, не наполнится слушай ухо, что было то и будет, что случалось то и случится. И нет ничего нового под солнцем. Вот очень красивые строки, но какие-то очень печальные. А с другой стороны, а почему печальные? Не насытится глаз глядя, не наполнится слушай ухо. Можно бесконечно любоваться красотой. Можно бесконечно слушать, ну много чего можно слушать, музыку или там звуки природы прекрасной. Но здесь скорее слова человека, потому что идет речь о деятельности человека. И какая польза человеку от всех его трудов? Звучит как унылый пессимизм, да? Вот сколько не работай, а всех денег не заработаешь, говорят, и справедливо говорят. Мне кажется, это про это. Вот смотрите, мы пытаемся достичь результата в своей жизни. Потом к концу жизни, как правило, приходит мысль, что эти результаты довольно скромны. Кто-то начинает обвинять других, вот мне не дали, меня не оценили, мне помешали. А кто-то, может быть, начинает преувеличивать то, что он сделал, похвалится. А экклезиаст говорит, смотрите, солнце, ветер, потоки, море, это все остается, а мы уходим. Мы не в состоянии глобально изменить этот мир, но мы в состоянии жить в нем. Глядеть, слушать, внимать скорее, да? То есть, не столько активно его переустраивать. Вот, скажем, советская власть все время стремилась переделать этот мир. Течет вода, Кубань, реки, куда велят большевики. Был такой лозунг, действительно, меняли течение рек и все остальное. А экклезиаст говорит, остановись, человек, посмотри, ты в этом мире гость. И это заставляет задуматься, что, может быть, то, что ты гость в этом мире, показывает, что у тебя есть дом. Но он просто не здесь. Экклезиаст здесь этого не скажет. Ближе к концу напомнит. Порой говорят, это новое, погляди. О, да, пользователи соцсетей, зрители телевизора, конечно, точно это слышат. Но и это уже бывало в прошедших веках. Уже не помнят ушедших, а тех, что придут потом, не вспомнят те люди, что будут жить после них. Ну, да, вот сейчас у нас бывают такие проекты, очень интересные проекты в сети. Где там дневники, берется какой-нибудь переломный исторический момент, там, война или революция 17-го года. И что люди писали. И видят, что, в общем, пожалуй, они не понимали масштаба событий, как правило, сразу не понимали, да. У них были какие-то наивные часто представления. Но невероятно ценно, мне кажется, что они живые, вот они ушли, их нет больше в этом мире. Мы уйдем. Но их чувства, их мысли, их отношения с близкими, вот это все нам невероятно понятно. И это же повторяется в нашей жизни тоже. Вот можно в этом видеть унылый пессимизм на тему «ничего ты нового не можешь сделать». Но, мне кажется, здесь есть основания для оптимизма. Вот этой жизни есть то, чем ты живешь. И это невероятно ценно. Она одна. Ну, теперь про нашего главного героя, лирического, я бы сказал. Я не думаю, что это писал Соломон, если честно. Но могу ошибаться. Я проповедник, то есть Когелот или Экклесиастес по-гречески, был царем над Израилем в Иерусалиме. Кстати, не сказано, сыном Давидов, непосредственным и преемником. То есть, это может быть некий собирательный образ. Просто какой-то мудрый царь. Мало их, правда, было в Иерусалиме. В общем, после Соломона, ради что парочку можно назвать. Все остальные в основном были хитрые, жадные и не очень правильные цари. «Устремился я сердцем к тому, чтобы изучать и разведать мудростью все дела под небом». Вот тут уже похоже на Соломона, потому что он действительно выбрал мудрость, когда ему Господь предложил избрать какой-то дар для себя. «И разведать мудростью все дела под небом. Они тягостная работа, что дал людям Бог на мучение. И видел я все дела, какие творятся под солнцем, и все пустое, все погоня за ветром». А вот здесь уже явный пессимизм. «Все дела» — это тягостная работа, которая дана людям на мучение. То есть, в общем-то, наказание. После изгнания из Эдемского сада, видимо, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Вот кто поле пашет, кто на станке работает, я вот перед вами сижу, говорю слова. И это все тягостная работа, что Лизам дал Бог на мучение. Как-то не очень верится, правда, но неужели в работе ничего нет хорошего. «И все дела» — это пустое погоня за ветром. Библейский образ тоже часто говорит о язычестве. То есть, погоня за ветром, ветер невозможно догнать. Его невозможно ухватить, поймать, сказать «вот, результат». У всякой деятельности должен быть результат. И результат мы сначала себе представляем. Вот я строю дом, и я уже в голове воображаю построенный дом. А как я догоню ветер, что я сделаю? Но люди гоняются, как какой-нибудь котенок за листочком опавшим. Его ветер носит, и котенок за ним бегает. Он счастлив самим процессом. Но кривое нельзя исправить, а то, чего нет, не исчислить. Загадочно. Библейский параллелизм — это не всегда одно и то же два раза разными словами. Кривое нельзя исправить, это понятно. Дурное остается дурным. А то, чего нет, не исчислить, это что? Это же не повторение того же самого. Скорее, это означает, что мы строим в голове какие-то проекты, планы. И мы пытаемся это все исчислить. И у нас есть несовершенный мир, который никак не исправляется. И у нас есть наш идеал, который одновременно... Вот его нельзя исчислить, исчислить можно то, чем ты владеешь. Своих баранов в стадии, свои деньги в кармане. А это просто какие-то фантазии. И вот мы зависаем между этим несовершенным кривым миром и своими фантазиями на тему мира идеального. И мучаемся из-за этого. Уже почти буддизм. Но в отличие от Будды, который жил где-то в эту же эпоху, когда писалась эта книга, трудно сказать точнее, Экклезиаст не делает каких-то выводов о том, как избежать страдания. Но похож, чем-то похож в начале книги. Я сказал своему сердцу. Вот я превзошел величием и мудростью всех, кто владел Иерусалимом раньше. А вот тут точно не Соломон. Как это он хвастается, что он превзошел величием своего отца Давида? А кто до Давида владел Иерусалимом? Да никто, язычники Иерусалима. Получается, что это все-таки некий собирательный царь, да? Который жил спустя века после Соломона и уже может много с кем сравнивать. Много мудрости и знаний обрело мое сердце. Ну так, скромненько, отчего правда ведь бывает. И устремился я сердцем к тому, чтобы познать, где мудрость, а где безумство и глупость. Узнал я, что и эта погоня за ветром. В великой мудрости есть великая горесть, и кто умножает знания, умножит скорбь. Вот эти слова, умножаешь знания, умножишь скорбь, их часто приводят как оправдание невежества. Да нечего тебе лезть в то, куда тебя не просят. С одной стороны, это правда. Но с другой стороны, вот представим себе, что мы все знаем. Что для нас не осталось никаких тайн. Будет ли нас это радовать? Не знаю. Вот не уверен. Мне кажется, для человека гораздо радостнее открытие, поиск нового, нахождение этого нового, но частичного, неполного, неточного. Скольких иллюзий мы лишимся, если будем знать все. Сколько каких-то печальных фактов нам сообщат. Может быть, об этом говорит Экклезиаст? А может быть, что-то имеет в виду? Но пока рано судить, пока только первая глава, прочитаем следующий. И тогда, может быть, сделаем вывод, почему он считает все бесполезным, и даже приобретение мудрости. Продолжение следует...